Доброе утро! Давайте сегодня прочитаем Псалом 107. Мы видим, что Давид, как часто Давид делал, Давид славит Господа, и начинается Псалом вот с таких слов. Готово сердце мое Божие, буду петь и воспевать во славе моей. То есть, как будто оно, это звучит как решение, как будто Давид какие-то, может быть, сомнения имел, или, может быть, какое-то смущение у него было. И, скорее всего, оно так и было, потому что дальше он будет описывать проблему, по поводу которой он обращается к Богу. Но здесь, как будто он в неких сомнениях пребывал и потом решил. Стоп! Готово сердце мое Божие, буду петь и воспевать во славе моей. И обратите внимание, опять Давид решение серьезного вопроса или какие-то действия по поводу серьезного вопроса, серьезной проблемы, которая перед ним стояла, он опять начинает со словословия, начиная с поклонения Господу. Готово сердце мое. То есть, не готово куда-то бежать, суетиться и что-то там решать судорожно, войска созывать, в трубу трубить, там, я не знаю, мечи точить. Готово сердце мое славить тебя, Господь. Готово сердце мое Божие, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли. То есть, он как бы призывает, ну вот такие образы, понятно, что псалтырь и гусли сами по себе не подпрыгнут. Это его сердце, он как бы призывает самого себя начать славить Господа. Воспрянь псалтырь и гусли. То есть, как будто из уныния они выныривают, очухиваются, отряхиваются и говорят, все, стоп, хватит переживаний, да, хватит страхов. Готово сердце мое, буду славить тебя. То есть, вот оно правильное решение. Я встану рано. Встану рано, это как мы с вами. И вот важно в ранние часы, в утренние часы начать день с Господа. То есть, не встать, продрать глаза и сразу же внырнуть в суету и в беготню нашего дня. Встаньте пораньше. Встаньте пораньше. Давайте, ну, не обязательно там вставать на три часа раньше, там, как некоторые говорят, вот мне там часа по утрам мало для того, чтобы изучать Библию. Ну, бывают такие, да, супердуховные люди. Возможно, они есть среди нас, но, как бы, если вы не готовы час, начните с малого. Встаньте на 10 минут раньше. И эти 10 минут, которые вы отдерете от себя, от своей плоти, посвятите Господу. Вот 10 минут. Выберите время. Может быть, кому-то легко, там, я не знаю, сразу же, открыв глаза, начать славить Бога. Мне вот нет. Мне, например, важно сначала прийти в себя, там, ну, не знаю, зарядочку сделать, позавтракать. Вот. Но тогда, вот после всех этих действий, получается, что это уже мое лучшее время. То есть, у меня есть время перед тем, как начинается мой, собственно, день, когда я куда-то пойду, что-то буду делать, но уже после того, как я взбодрился. То есть, я сделал зарядку, я позавтракал, и вот здесь начинается самое лучшее время. Время, когда у меня ясный ум, когда меня ничего не отвлекает, ни утренний голод, ни там, ну, ничего, в общем. И я стараюсь отдать это время Господу. Вот. Поэтому, ну, оно у всех разное, да, у кого-то так получается, у кого-то эдак, кто-то вообще вечером, не знаю. Вот. Но, я думаю, здесь принцип понятен. Тут важно перед началом какого-то дела, перед началом, в частности, дня, начать славить, словословить. Мы знаем, что у Давида была такая чудесная привычка, то есть, он там говорит, то он вообще там рано-рано встает с зарей там и так далее. Когда Давид говорит, милость твоя обновляется каждое утро, я думаю, что здесь вот в этом процессе участвует не только Бог. Давид спит, ну, а Бог, так уж и быть, обновляет для него свою милость. Да, я думаю, что Давид вставал рано, каждое утро, обращался к Господу и видел, что его милость обновляется каждое утро. Вот. То есть, смысл в этом. Смысл в том, чтобы не погружаться в суету, но перед каждым делом славить Господа. Проблема, да, седьмой стих. «Дабы избавились возлюбленные твои, спаси десницу твою и услышь меня». Вот она проблема. Давид нуждался в некоем спасении. Дальше он будет говорить, ну, как бы, Давид царь, проблемы у него царские, серьезные, глобальные. Бог сказал о святилище своем, восторжествую и разделю Сихем, и долину Сокхов размерю. Мой Галаат, мой Манаси, Ефрем, крепость головы моей, Иуда, Скипетр мой, Мааф, умывальная чаша моя. На Едома простру сапог мой, над землей филистимскую восклицать буду. «Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не изложит врагов наших». А вот и проблема. Мы видим, что, ну, на самом деле, мысли у Давида были глобальные, он не воевал против каких-то отдельных людей, он воевал против наций, Едом, филистимская земля. Вот, но все-таки это была проблема, да. С одной стороны, и враги вроде начинали подавать, поднимать голову свою, может быть, как-то пощипывать Израиль, или открытые нападения, была там развязная война. Вот. Либо он переживал, в принципе, за пределы, да, за вот этот вот вообще тлеющий конфликт между вот этими странами. То есть, филистим, филистим, филистимляне, ядомляне, они всегда были в конфликте с Израилем. То есть, не были в каком-то там... Если они успокаивались, они успокаивались на время. То есть, собирали силами, опять там своим полчищем приходили. Вот. С одной стороны, враги. А с другой стороны, мы видим, что некая была теснота со стороны вот, ну, в отношениях с Богом. Давид не понимал. Он говорит, ты ли, Боже, вот не ты ли, который вот поведет нас вот туда, не ты ли, который не выходишь с войсками нашими, да. Да. Казалось, что Бог как-то вот не подал ясности, не дал ясности вот в этой ситуации. То есть, как будто Бог не благоволил какому-то вот направлению движения, да. Бог не выходил с войсками. То есть, и в нашей жизни... Ну, да, то есть, мы видим, что вроде враги-то были, а Бог как будто вот не благословлял войну или там какую-то вот кампанию военную, не благословлял вот какое-то движение в каком-то направлении. Вот. Потому что мы знаем, что Бог явил свое слово. Он сказал определенно, что он победит филистимлин, он победит едомлян. Вот. Ну, и, собственно, да, едом, где он сейчас, нет никакого едома. То есть, эти люди побеждены на данный момент. Но тогда Божье слово было, а исполнения еще не было. Вот. И получается, что в нашей жизни бывает такое, что мы понимаем примерно вот, да, что... Ну, даже не примерно, мы понимаем, да, Бог вот двигает нас в какую-то сторону. Он благословляет нас. Он говорит свое слово, доброе слово, изрекает. Мы видим, что Бог, да, позаботится об этой ситуации, должен позаботиться об этой ситуации. Все в Божьем слой говорит о том, что Бог позаботится. Но еще исполнение не наступает. Еще Господь как будто бы медлит. Не выходит с нашими войсками. Не решает нашу проблему. Почему? Здесь мы видим, что Давид выражает надежду на Господа. 11 стих. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли Божий, который отринул нас? То есть, да, странная постановка вопроса. Но мы здесь, ну, я вот вижу здесь выражение надежды Давида. То есть, он говорит, что хотя Господь ты и отринул сейчас нас, не выходишь с войсками нашими. То есть, какое-то временное вот Господь допускает отсутствие его помощи временно в данном вопросе. Тем не менее, Давид выражает надежду, что кто меня введет в укрепленный город? Не ты ли Господь? Да? Кто же еще? Кто же еще? Окончание этого псалма с Богом мы окажем силу. Он не изложит врагов наших. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. Давид говорит, ну, на самом деле, а кто нам поможет? Мы видим цари после Давида. Они все время забывали к Господу обращаться. Все время посылали куда-то там за сирианами, за египтянами. Они там с кем-то заключали союзы, какие-то там вот такие вот образовывали коалиции с разными царями, чтобы победить других царей. Потом эти нападали на них, они заключали другие союзы. И вот эта вот возня была постоянно. Мы видим, что Давид вообще наоборот действовал. Давид говорит, защита человеческая суетна. Кто поведет меня к победе? Не ты ли Господь? Кому мне еще обращаться? Вот то же самое в нашей жизни происходит. То есть, несмотря на какое-то, может быть, замешательство, на какую-то паузу в движении Господнем. Может быть, Господь как-то придерживает свою силу, придерживает свой дух в какой-то момент, в какой-то области. Может быть, что-то испытает нас или направит нас в другую сторону. Ну вот, бывает такая пауза какая-то в движении. Но пусть это не ослабляет нашу надежду на Господа. Как у Давида с Богом мы окажем силу. Он не зложит врагов наших. Врагов у нас, образно говоря, полно. Мы не воюем сейчас с филистинлянами, мы не воюем с ядомлянами. Но у каждого из нас есть всякие страхи, неуверенности, есть проблемы внешние, внутренние. Есть масса всего, с чем нужно бороться. И подчас это трудно. Подчас враг коварен. Кажется, что он побежден, а он снова соберет, как в Ветхом Завесе. Иногда я диву давался. Например, там пришло 150 тысяч миллионов каких-то там врагов на Израиль. Написано, что Бог вот даровал победу. Бах-бах, всех победили. Всех не зложили, все, нет армии. Буквально проходит два года. Новые полчища. Новые полчища. И пуще прежнего набегают. Думаешь, откуда? Как? Как они там собрали кого? Там все мужчины, наверное, в этой земле перемерли. Они не успеют, но рожают за такой короткий срок. Опять полчища. Но это вот как символ наших проблем. Кажется, что проблема какая-то побеждена внутренняя. Все, Господь. Я никому не завидую. Появляется нечто, и ты понимаешь, что нет, дорогой, ничего там не побеждено. Все нормально, все живо. Продолжай. Продолжай сражаться. Я утрирую. И понятное дело, что проблемы у всех разные. И степень я довожу ситуацию до абсурда. Но так бывает. Думаешь, ну, Господи, я вроде как чист уже от чего-то. Нет. Проблема возвращается. Может вернуться с новой силой. И откуда ты ее не ждешь. Поэтому, на самом деле, не нужно надеяться на людей, на чего-то, но надеяться на Господа. С Богом мы окажем силу. Он не изложит врагов наших. Давайте с этой мыслью войдем в этот день. Может быть, вам, Господь, еще у нас какое-то размышление доброе. Но, как минимум, вот с этой мыслью давайте начнем наш день. Отец наш Небесный, спасибо тебе за твою неизменную милость, любовь. И за то, что ты, Господь, любишь нас. И, на самом деле, даже если иногда кажется, что ты не благоволишь каким-то делам, каким-то действиям, то все равно мы знаем, что в целом ты за нас. Как говорит твое слово, если Бог за нас, то кто против нас, Господь? И действительно, мы с тобой окажем силу. С тобой мы проявим эту силу, Господь, против наших врагов. Научи нас, Господь, доверять тебе, не унывать ни от чего. Благослови наш день, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.